Вот мама. Тамара Александровна Белова – дитя войны. У женщины есть только фотографии матери. Отца она никогда не видела. Он ушел на фронт за пару месяцев до ее рождения. А его фотографии сгорели при пожаре, когда она была ребенком. Женщина вспоминает, как в первые годы после войны вместе с мамой дни напролет проводили на вокзале. Надеялись, что вернется отец. В 45-м году, в 46-м мы ходили на вокзал, встречали эшелоны. И вы надеялись, что он там? Да, мы всегда с мамой ходили. И вот я помню один момент, стоят составы, солдаты на нас смотрят, а мы стоим, мама плачет. Один военный подошел ко мне, взял меня на руки, вот так вот подбросил меня, говорит, война закончилась, хорошая жизнь будет. Надеялись вопреки. Еще в 43-м им сообщили, что Александр Платонов, командир саперного взвода, пропал без вести. В полвека его дочь Тамара продолжала поиски. Писала в архивы, но так и не смогла отыскать информацию об отце. Узнав о поисковом движении России, решила обратиться туда. И вот спустя семь десятилетий узнала, что старший лейтенант Платонов погиб в 43-м, захоронен в Белоруссии, в братской могиле. Информацию о пропавшем солдате смогла отыскать секретарь поискового движения России Екатерина Никитина, которая ради этой работы оставила должность школьного учителя. Большая часть этих предметов может быть найдена в любом месте, где шла Великая Отечественная война. Это живая история? Абсолютно. А вот это уже, видимо, имеет прямое отношение к Самарской области. Да, это удивительный такой факт. Мы не боевой регион, но у нас нашли упавший самолет. Останки летчика были подняты, и родственники летчика были найдены. Я только плачу, потому что, вы знаете, история, вот когда ты поднимаешь бойцов, он просто боец. Это просто останки, они безликие. Я знаю, что сделал этот человек, я знаю, что он отдал жизнь, но для меня это просто факт. Я не плачу на раскопках, потому что это невозможно, ты просто не сможешь работать. То есть определенный такой, знаете, есть здоровый цинизм даже. А когда ты начинаешь искать судьбу, ты же видишь фотографии, ты понимаешь, что они были живые люди, у них были дети. И это совсем по-другому. Чувствуется, ощущается, конечно. В оперштаб поискового движения уже пришли тысячи заявок на поиск пропавших родственников. Обратиться за помощью может каждый. В каждой семье есть свой герой, свой солдат. Ведь война не обошла стороной никого. Если вы ищете своего родного человека, то можете обратиться за помощью в российские поисковые отряды. Сейчас это можно сделать онлайн, заполнив анкету на официальном сайте, обратившись через социальные сети или позвонив по номеру телефона. Все контакты вы видите на экране. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.